привет друзья здесь демитков юрий я говорил что в общем буду следить немножечко мониторе цены как люди живут в россии и сегодня давайте посмотрим очередной раз что творится с ценами что творится на рынках может быть как выглядят люди как они себя ведут вы увидите вот поэтому я решил вот сейчас пройти по нескольким магазинам и по рынку сейчас мы зайдем в рынок который в обниске называется титаник по слонародии ну вот вы видели перед рынком такая небольшой павильончики всякого обувь там всякую фигню продают заходим помещение титаника почему титаник он там выглядит такой белый павильон длиннющий не там три таких как башню выглядит как титану если достаточно уродливое здание вот вот сейчас видим сыр и вы видите цены там 700 800 900 рублей за килограмм сыр и значит здесь справа будет мясо куриная там бакалея какая-то здесь мы видим мясо опять свиньи на вроде бы здесь закрыта лавочка потому что нет продавца насколько понимаю вот переходим в другую башню как бы в этих здесь тоже сыр и колбасы сколько стоит колбаса видно тут я не знаю 495 500 600 700 800 рублей колбаса может стоить но в зависимости от вида вот сыр я обычно да здесь покупаю в принципе белорусские сыр и сейчас нормального качества стали вот но вы видите там людей не так чтобы много в принципе это обычный день днем да вот здесь я мазам щас буду покупать судя по всему тысячи рублей в супермаркете ну не знаю там увидим мы или нет сейчас зайду супермарку видим и супермаркет или нет сыр и там тоже есть но они такие может быть не такие вкусные да вот тысячи рублей примерно ну я не знаю впечатляют вас или нет эта картина меня лично не очень если честно сейчас мы вышли на улицу фактически доли рынка тоже такие же посмотрите здесь если увидите продавцы все у всех продавцов есть терминалы для оплаты пока без исключения все здравствуйте гранаты почем сладкий будет да давайте один нахороший вот это вот большой вот это не 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 11 куда их мало им смысле долго я в курсе перец сладкий есть а почем он не 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 ажика у нас есть все карта карту мне мне не надо у меня рюкзак спасибо здравствуйте а хорошо дела нет скоро уедем скоро совсем уедем надолго да но на полгода как минимум вот так года под пальмой спасибо да да ой шпинат давайте да да шпинат давайте такая милая женщина очень маленькая такая она всегда улыбается очень искренне всегда здравствуйте вот и я у нее покупал регулярно зелень а как-то мы с ней стояли вместе я регистрировал какой-то там электронную подпись и она же зачем-то стояла в налоговой и мы с ней разговорились она узбечка да но приехала из таджикистана как и большинство значит ну гражданство здесь вроде уже там родственников кучу приехали она говорит ну я не знаю вот за что нас так ненавидит и так далее что мы там не воюем говорит все у меня значит там сколько там трое или пятеро родственников они все там воюют на специальной военной операции погибли кто-то вот так что люди разные есть и вот ну вы видите здесь вообще все торговцы они все откуда-то кто из таджикистана кто из кавказа в принципе все нормально все так общаются все хорошо вернемся не вернемся не знаю уже а там же не понятно что жить еще как бы так вот искать если не получится то пока денег не хочется скажем так на год у меня хватит денег я думаю полгода посмотрим и дальше не знаю да 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 до свидания но мы идем дальше вот вы видите здесь арбузы продают в принципе зеленью всякой с фруктами и овощами сейчас полно вы видели перец красный 120 рублей это очень дешево потому что магазине стоит там 250 280 обычно вот помидоры уже подорожали насколько я помню вот там 200 300 рублей вот так вот стоит иногда можно по 100 рублей взять еще ну вот текущий урожай сейчас мы переходим дорогу и вот сейчас вы видите тут раньше было все разрыто сейчас уже закопали все там трубы меняют магистрально вот это вот отопление полностью поменяли во всем городе вот здесь уже засыпают и все уже готова к зиме буквально сейчас мы зайдем частная пекарня такая вот мы там хлеб берем обычно вот она так выглядит хлеб стоит уже дорого вот 70 рублей такая булка стоит она очень мягкая хлеб славянский багет стоит в районе тоже там 69 70 рублей маленький багетик вот сейчас вы увидите да но дальше сейчас я пойду магазин дикси это сетевой магазин одна из сетей это дикси здесь его недавно перестроили тоже сейчас там все по-другому но сейчас мы все увидим на самом деле в дикси вот здесь в основном кассы самообслуживание вы видите ну то есть люди сами пробивают экономия на кассирах сейчас я посмотрю что мне там жена написала купить написал какой-то сыр для запекания стоит такой для круг месье маздам сойдет я маздам купил в ответе за него да я тут в этом а в дикси видите народу не очень много все ходят лениво так но вот сейчас вы видите хлеб который стоит в магазине в принципе такие же цены но мы берем в частные пекарни вы уже видели сейчас идем в сторону молочки насколько я помню в холодильнике вот всякое это овощи китайская капуста цветная капуста сельдерей здесь полуфабрикаты в лотках ну там курица и так далее индейка молочка в основном берем молочку если честно сказать там как бы мясо жена вегетарианка ну и я довольно мало ем вот молоко стоит в районе 100 рублей за бутылку литровую там ну или 900 грамм как-то так кефир также примерно естественно сейчас его тут раздумаю что купить мы делаем обычно мы покупаем закваску такую специальную и делаем свою ряженку значит там в йогуртнице вот топленое молоко сейчас я в тупике ряженка такая она очень вкусная густая получается вот ну и берем всякие вот сырки творожные местного производства у нас они прямо вот вот эти вот цирки которые я взял творог он делается прямо в соседней деревне буквально вот здесь ну буквально там чуть пять километров от нашего дома кабицына ой кривская это сырки ну пятьдесят девять шестьдесят рублей вот так вот обычно они стоят всякие вот такие штучки виола кстати ну я хотел сказать что пока пока цены на продукты в общем мне кажется не выросли у нас то есть они как были вот достаточно давно примерно на таком же уровне так они и остались несмотря на то что доллар там евро валюта они растут но пока пока это не отразилось на ценах на продуктах я не знаю мне кажется все еще впереди на самом деле ценник уже ну в течение года наверное достаточно повысился почему потому что вроде цены так смотришь вроде как не выросли да вроде как не выросли особенно ну на кофе выросли сильно а когда приходишь на кассу блин если раньше я когда-то так сказать еще давно покупал на 700 рублей за раз то сейчас уже тут ты еще там ты еще короче говоря 2000 в день только так уходит ну правда мы на всех берем тут на четверых четвером иногда кирилл берет иногда я я не знаю видно цен нет это сыр и которые продаются сыр масло которые продаются в магазине сыр вы видели я купил сейчас масло мы видим да вот и дальше идут всякие сыр и вот они такие расфасованные я купил сыр вы видели на рынке цена примерно такая же музыка постоянно долбит это в магазине раздражает прямо короче едем дальше вот еще раз посмотрим последний раз на сыры есть всякие это макаронные изделия шибекинские макароны смотрите какое качество обалденное вряд ли в шибекине они уже производятся а это маква которую путин недавно макаронную фабрику отобрал владельцев просто так потому что ну а чем уехал в лондон в россии жить не хочет давай отберем это мягкие сыры тоже 100 рублей мне очень нравится свежая такой ну творожный сыр в принципе хороший просто цены снимаю дальше колбаса идет расфасованная в вакуумной упаковке вот ну вот такие цены вот за такую упаковку столько рублей все в вакуумной упаковки в магазине видите да вот идем дальше колбасу я не беру мука мука подорожала за 89 рублей вы видите там уже очень трудно взять сейчас уже практически нереально сейчас я смонтирую видео чуть позже сахар 55 по-прежнему там не знаю что соль что ли 11 рублей мелочь какая-то вот в этом большом ящике лежат арбузы они 25 рублей а на рынке 60 так ну хватит уже сахар мука сахар мука идем дальше кофе я пью жардин ну вот посмотрите 349 я помню времена когда он 170 стоил ценники в диксе перепутаны по всякому то есть здесь не соответствует у меня есть приложение я регулярно сканирую там не соответствуют цены в пятерочке всегда соответствует в диксе нет но здесь в диксе почему я захожу во первых это удобно рядом с рынком а во вторых на здесь регулярно бывают безлактозные всякие йогурты у меня лактоза не очень ну не то что не очень вообще не воспринимается здесь же нам не написала корицу купить я искал искал так и не нашел ее ну теперь переходим к всяким крупам геркулес 84 вы видите в упаковках рис 159 129 159 198 199 тут гречка насколько я помню гречка сейчас недорогая у нас в районе 60 рублей насколько я помню нет больше больше сильно манка в районе 100 насколько я помню пиво меня не интересует ну идем на кассу расплачиваться сейчас вот такая касса автоматическая значит тыркаю куда-то и сканируя всякие эти qr-коды на молочку все qr-коды индивидуальные вот сейчас у меня пикнул два раза и придется звать помощника чтобы он отменил там что-то и так далее ну вот я пробил все сейчас без пакета там без чеком пробиваю банковской картой расплачиваюсь и ухожу дальше здесь если вы заметили я не купил ряженку поэтому придется зайти по соседству есть магазин магнит прямо рядышком тут но сейчас вы увидите в шаговой доступности там совсем рядом магазин магнит он там во дворах там разные магазины были сейчас закрылись вот переходим дорогу быстренько дальше мы видим магазин вкус вилл туда заходить не буду сейчас потому что ничего не надо и идем обходим магазин вкус вилл проходим немножечко чуть вдоль там жилой дом а потом дальше магазин магнит вы сейчас увидите посмотрите какие машины кстати у людей у людей ну и вот он магазин магнит ну и вот мы видим гречка тут 31 рубль стоит насколько я вижу по акции а мы проходим дальше сразу прямиком молочку потому что все цены примерно такие же абсолютно вот да и там в диксе была гречка 31 я перепутаю просто с фасолью сказать что цены скалы высокие ну вот идем к молочке чтобы купить просто топленое молоко собственно у меня здесь больше ничего не надо и я иду на кассу вот водка сколько стоит насколько я помню сейчас покажу на кассу 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 Достаточно активно себя вели, мне кажется, они под наркотиками. Потом я вышел, а мужик садится в машину. Не знаю, как-то они странно себя вели. Очень возбужденные были. Здесь лук, чеснок. Это было очень поздно, уже 10-й час. Мне жена написала купить сухой чеснок, я не увидел, что он сухой должен быть, и купил еще у меня. У нас теперь чеснока хреново туча. Картошка. Цена за упаковку, наверное. Ну вот вы слышите их разговор, этой парочки, они там какие-то такие ребята. По-моему, неадекватные. В машину сядет, в хорошую машину. Вы помните, как-то у нас цены на яйца взлетели, там даже Путин что-то там на прямой линии озаботился. Значит, мы снизим, там купим у Турции и так далее. Нихера они не снизились, как вы видите, потому что яйца всюду дорогие, во всем мире. Спасибо. 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 Я хочу с вами попрощаться на сегодня. Лайк. Подписка. До встречи. с вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий. Горький, Горький. Играет музыка. Демитков Юрий. Вы знаете, мы с вами был Демитков Юрий. Мастер Юрий. Продолжение следует...